Всем привет! Продолжаю записывать видео уроки на тему, как научиться играть на скрипке, уроки для начинающих. Значит, в прошлых видео я показал, как держать скрипку. Напомню еще раз, что скрипку мы держим головой, не поджимаем плечо. Показал, как мы держим смычок и как натренировать мизинец. Значит, дальше мы можем попробовать уже что-то делать со скрипкой. И первое, что мы можем делать, это играть открытые струны. Значит, могу сразу сказать, что данный совет, который я вот рассказываю, он такой довольно-таки краткий, я бы сказал. И вот это упражнение, оно очень важное. И я рекомендую вам найти преподавателя, который вам покажет, как это делать правильно. Дело в том, что открытые струны мы играем довольно долго. И даже те, кто учатся в консерватории, они тоже продолжают играть открытые струны. Это упражнение, которое супер важное. И в каком-то кратком видео рассказать это подробно просто не представляется возможным. И, во-первых, делать его нужно перед зеркалом. Во-вторых, постарайтесь найти преподавателя, кто вам покажет вот эти основы. Значит, я как бы не буду рассказывать подробно, куда какую часть тела двигать. Просто покажу, что мы играем открытые струны целым смечком и половинкой смечка. Верхней половинкой и нижней половинкой. Вот это сейчас упражнение показываю. Субтитры делал DimaTorzok Можно играть целый смечок половинка-половинка. Субтитры делал DimaTorzok Вот такое упражнение. И делать его стоит очень долго. И там очень много нюансов. Сделать это с первого раза очень сложно. И звук будет плохой. И надо добиваться хорошего звука. Так что, спрашивайте вопросы. Если вам что-то непонятно про это упражнение, может быть, я постараюсь что-то ответить на эту тему. Вот. Еще раз предлагаю писать комментарии, если вам эта тема интересна и вы хотите новые видео на эту тему. Вот. Всем спасибо. Пока.